После киевского переворота и прихода к власти оппозиционной хунты, люди, знакомые с секретами украинской революции, начали рассказывать всю подноготную Евромайдана. Причем некоторые не подозревали, что их услышит весь мир. В начале марта в сеть попал разговор главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон с министром иностранных дел Эстонии Урмосом Пайетом. В беседе Эштон отмечает, стрелков, которые работали на Майдане, могли нанять лидеры оппозиции. Собеседники переживали. Если люди узнают, кто стоит за снайперами, они могут разочароваться в новых украинских властях. Я вернулся только вчера вечером, так что я пробыл там всего один день. Ваши впечатления? Впечатления грустные. Я встречался с людьми из партии регионов, также с представителями новой коалиции и гражданского общества. Ее зовут Ольга. Вы должны знать ее. Да, Ольга. Я ее знаю. Все это так. Единственный человек, о котором представители гражданского общества отзывались позитивно, это Порошенко. Да, да. Он пользуется определенным доверием у людей на Майдане и у гражданского общества. Еще Ольга сказала, что согласно всем имеющимся уликам, люди, которые были убиты снайперами с обеих сторон, среди полицейских и людей с улицы, это были одни и те же снайперы. Да. Она показала мне фотографии, ссылаясь на мнения врачей, которые говорят об одном и том же почерке и типе пуль. И все большую настороженность людей вызывает то, что новая коалиция не желает расследовать точные обстоятельства случившегося. Стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, за ними стоял кто-то из новой коалиции. Я слышала, что они хотят провести расследование. Это интересно. Продолжайте. Это крайне раздражающий фактор. Это дискредитирует новую коалицию с самого начала. В эстонском МИДе подтвердили, запись подлинная. И добавили, разговор Паэта с главой европейской дипломатии состоялся еще 26 февраля, сразу после визита эстонского политика на Украину. А вот официальные представители Евросоюза комментировать переговоры отказались. Следующим, кто рассказал правду о Евромайдане, стал бывший агент американской разведки. Экс-сотрудник ЦРУ сообщил подробности реанимации оранжевого проекта. По его словам, прямые государственные расходы США на протесты превысили 5 миллиардов долларов. Также он назвал основных спонсоров украинского переворота. По словам агента, существенный денежный вклад внесли основатель интернета-аукциона eBay Пьера Медьяр и американский финансист и инвестор Джордж Сорос. Ситуация на Украине развивается под дудочку Соединенных Штатов уже довольно давно. В течение нескольких лет Запад разыгрывает сценарий, по которому готовилось, как они его называют, восстание. Его срежиссировал Запад. Причины же этих событий чисто экономические и геополитические. Запад пытался втянуть Украину, как и другие бывшие советские республики, в НАТО. В то же время их пытались сделать и частью Европейского Союза. Эту же сумму, 5 миллиардов долларов, назвал в эфире Live News бывший заместитель министра финансов США Пол Крейг Робертс. В эксклюзивном интервью нашему каналу он заявил, что именно Белый дом финансировал беспорядки на Украине. Разумеется, беспорядки на Украине финансировались Вашингтоном. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд сказал об этом в своей речи в прошлом декабре. Речь, кстати, доступна в интернете. Сказала, что США потратили 5 миллиардов долларов по линии Украины. Они вливают деньги в эти страны через неправительственные организации, которые прикрываются разными предлогами. Права человека, уроки демократии. И эти люди получают деньги, на которые существует протест на улицах. Существуют дополнительные свидетельства, что для того, чтобы раздуть протест, американские и немецкие неправительственные организации платят, например, молдаванам, чтобы они протестовали. Всем этим оркестром дирижирует Вашингтон. По мнению Пола Робертса, санкции, которые Америка вводит против России, становятся заменой войны между двумя странами. Он отметил позицию Вашингтона. Либо вы делаете то, что мы вам говорим, либо мы вас накажем. Такая дипломатия не работает, отмечает американец. Это империализм. Бывший сотрудник правительства США заметил, то, что делает Вашингтон, это крайне необдуманный и опасный акт, который ведет к серьезной конфронтации между многими странами. В продолжении темы глава МИДа Великобритании Уильям Хейк призвал власти этой страны и государства союзников исключить Россию из некоторых международных организаций. Кроме того, он предложил ввести долгосрочные ограничения на военное сотрудничество и снизить уровень влияния России в Европе. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте газеты Телеграф.